Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Какие насущные проблемы волнуют жителей республики? Председатель правительства Крачево-Черкесии провел прием граждан и принял ряд решений. Наша телекомпания присоединилась к акции по высадке деревьев в честь героя Великой Отечественной войны. Сад памяти появился в Зеленчукском районе. Они планировали взорвать одно из административных зданий в Крачево-Черкесии. ФСБ задержало боевиков, готовивших террористический акт. Высокогорный курортный поселок Домбай принял участие участников третьего регионального этапа Чемпионата России по робототехнике. Сегодня глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов, начальник главного управления МЧС России по республике Александр Голоколенко и вице-премьер республики Хазарчикуев в ходе встречи обсудили готовность к поводкоопасному, пожароопасному сезону. С целью проверки практической готовности сил и средств к ликвидации ЧС проведено командно-штабное учение, где было задействовано 474 человека и 153 единицы техники. В рамках учения отрабатывались вопросы проведения органов управления МЧС в готовность к реагированию на ЧС в поводкоопасный период и пожароопасный сезон. Отработаны также мероприятия по ликвидации последствий. Председатель правительства Крачево-Черкесии Мурат Аргунов провел прием граждан. С просьбой о строительстве ФАПа в селе Курджинов обратилась Наталья Юрьева. Премьер-министр сообщил, что в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Крачево-Черкесии» возведено медучреждение, запланированное на 2023 год. Житель аула Инжичукун Мурат Джандаров попросил оказать содействие в решении проблемы с водоснабжением аула, на что председатель ответил, что вопрос будет решен уже в текущем году. Еще одну проблему озвучила Татьяна Кемова. Она касалась капитального ремонта фасада многоквартирного дома номер 8 по улице Мижевой в Аркен-Шахаре. Мурат Аргунов отметил, что в рамках реализации программы «Капитальный ремонт общего имущества» в многоквартирных домах республики уже запланированы работы и завершить их планирует во втором квартале текущего года. Я спросил у ясеня. Деревья в честь своих героев Великой Отечественной войны высадили жители Крачао-Черкесии. Зеленчукское лесничество пополнилось новыми саженцами. Всего за день на территории в 10 тысяч квадратных метров раскинулся сад памяти. Благородной акцией присоединилась и съемочная группа ГТРК Крачао-Черкесия. Смотрите лесной репортаж Фатимы Дауровой. В ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой. Вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он глядел веселыми глазами на поля на дальнюю межу и подумал, дай-ка я на память, у дороги вишню посажу. Пусть растет большая-прибольшая, пусть идет и вширь и высоту, и дорогу нашу украшая, каждый год купается в цвету. Путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, в тишине, и от едов спелых сочных ягод может встаться вспомнят обо мне. А не вспомнят, это досада. Я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо. Все равно я вишню посажу. Стихотворение Михаила Исаковского из школьной программы по-особому заиграло в этот день. Правда, вместо вишни сегодня высаживали молодые побеги лесных пород – ясеня обыкновенного, бука восточного и клёна астролистного. Место выбирали заранее. Идеально подошла прогалина прямо на опушке леса, что растет на окраинах села Кызыл-Октябрь. Данная площадь, мы когда ее обрабатывали, почва очень благоприятна именно для породы ясен обыкновенный, так как он неприхотливый. Почва очень хорошая, подалась хорошо обработке. Не каменистая, не глинистая. Есть хороший благородный строй почвы, поэтому мы считаем, что приживаемость будет в рамках допустимой, то есть 70-80% это минимум. В этом году в рамках акции на территории республики будет высажено порядка 17 тысяч саженцев деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. 1800 новых деревьев было высажено на территории в один гектар в Зеленчукском районе. В акции памяти приняли участие более 200 волонтеров Победы. В их числе представители различных ведомств и организаций, силовых структур, образовательных учреждений, депутаты Народного собрания республики и просто неравнодушные люди, которых с каждым годом становится все больше. Люди выходят, просят саженцы. Иногда мы ограничены именно в посадочном материале, но в этом году запускаем питомник свой, поэтому думаю, что и для озеленения, и для посадки у нас будет материал еще в большем количестве. Вот я сажаю это дерево, ощущаю эту гордость, что во Великой Отечественной войне мой дедушка воевал, и это я сажаю дерево в память его. Посадка саженцев, посадка лесных культур в честь наших дедов, отцов, которые защищали нашу Родину, которые погибли за независимость нашей страны. Большое им спасибо. Мы стараемся их память не обращать, стараемся их не забывать. Все, что в наших силах, мы стараемся все это делать. В этом году Карачаева-Черкесия приняла эстафету от Северной Осетии. В свою очередь мы передаем благородную акцию Республике Ингушетия. Фатима Дорова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия. Сегодня в Черкесске сотрудниками ФСБ удалось предотвратить теракт, планируемый боевиками запрещенной в России Организацией «Исламское государство». В ходе операции удалось задержать троих боевиков. По адресам их проживания проведен обыск, были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи, экстремистская литература, переписка с боевиками, схема объекта, на который готовилось нападение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Боевики планировали взорвать одно из административных зданий. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В горах местами плюс 1, плюс 6. Днем плюс 22, плюс 27. В горах местами плюс 13, плюс 18 градусов. В Черкесске небольшой дождь. Ветер южной четверти – 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 24, плюс 26 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На выставке в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народа Востока в Адыгее Амином и Мариной Узденовыми было представлено более 40 удивительных по красоте произведений декоративно-прикладного искусства, напоминающие нежные переливы акварельных красок. В их числе кизы, одежда и аксессуары из войлока, дающие представление о культуре, традициях, обычаев карачаевцев и балкарцев. Авторы выставки предлагают зрителям широкий обзор всех видов войлока – пестрый, выкраенный и ковёр-занавес. Среди этих работ были представлены три самых основных технологии изготовления карачаев-балкарских войлоков – Алаки, Бечельгенки и Джигачки. Амин и Марина Узденовы восстановили потерянное культурное достояние карачаевцев и балкарцев. Ковёр-занавес – это вид кииза войлока. Ковёр-занавес, который прикрывало в сакле полки с едой, с посудой, служило дверцами одежды, одежного шкафа, мы её в течение трёх-четырёх лет восстановили. Конечно, это наше достояние. Он, возможно, единственный ковёр вообще в России. В своих произведениях художники гармонично сочетают традиционные зооморфные растительные орнаменты, абстрактные мотивы. Амин Хаджи Исхакович – постоянный участник всероссийских межрегиональных и персональных выставок, ярмарок и фестивалей декоративно-прикладного искусства. Имеет множество наград и благодарности за свой труд. Амин Узденов рассказал о впечатлениях на прошедшей выставке. Вывесили ковры необычно, очень красиво. И это научились, это тоже немаловажная вещь. И вообще, когда меняешь залы и когда встречаешься с другими людьми, набираешь опыта и узнали очень много интересного о Майкопе. Вы впервые проводили персональную выставку именно в Майкопе? Да, это впервые. Ну, знаете, как будто каждый день там были. Такое отношение было. Хотя и сложный труд в возрождении плетения ковра занавеса, работы в этом направлении будут продолжены. Сейчас супруги Узденовы заняты над восстановлением четырёх эскизов. Тема предстоящих работ разнообразна и с интересными орнаментами. Но это мастер оставил загадкой. После их изготовления планируют провести персональную выставку в Москве. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия. Чей робот самый лучший выясняли на третьем межрегиональном этапе чемпионата, который прошёл в Донбай. Проект по продвижению искусственного интеллекта и робототехники даёт возможность участникам проявить свои умения в области программирования. Урок робототехники прошла у Фатима Даурова. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Слова песни из популярнейшего фильма для детей из 80-х «Приключения электроника» стали пророческими. И самое интересное, что инженерами из будущего оказались ровесники героев этого фильма. Робототехника стимулирует развиваться в алгоритмике, инженерии, изобретательстве, умении нестандартно мыслить. И всё это вкупе присуще участникам межрегионального отборочного этапа чемпионата робокап южного и северокавказского федеральных округов. Вот уже третий год подряд платформой для проведения выбран высокогорный посёлок Донбай. Мы хотим привить любовь к робототехнике. Вы же знаете, что сейчас будущее за искусственным интеллектом. А робот – это что такое? Железяка, которая управляется, в которой вмонтирован искусственный интеллект, она управляется. Вы видите, что сейчас это очень востребовано. В соревнованиях участники попадают в условия настоящего конструкторского бюро. Хочешь, не хочешь, научишься планировать, отслеживать процессы, налаживать коммуникацию в группе. В данных условиях роботы выступают в роли спасателей. Их задача – проехать по полигону по определенной траектории, заехать в зону спасения и спасти предполагаемый объект. Мини-робот должен оказаться самым быстрым, самым точным и выполнить все действия, предусмотренные программой. Карачаево-Черкесию на чемпионате представила команда «Кванториум-09». Её участники настроены только на победу. Их профессиональный рост за три года отметили и организаторы соревнований. Мы видим, как результаты улучшаются. Ребята всё более профессионально программируют роботов. И я думаю, что именно развитие робототехники в республике поставлено достаточно хорошо. Есть, конечно, над чем дальше работать, безусловно, но прогресс очевиден. Думаем, что выиграем, займём хоть какое-то место, потому что трудимся, стараемся, не спим. Так что у нас, я считаю, большие шансы есть на победу. И капитан не ошибся. В номинации «Лучший дебют» наши ребята оказались первыми. Энтузиасты робототехники представляют команды разной возрастной категории. Самому младшему участнику соревнований всего 8 лет. Меня вообще заинтересовала робототехника тем, что это очень увлекательно. И можно создавать всё разное, по своей фантазии. Можно делать всё, что угодно. Меня это заинтересовало. И я решил пойти и попробовать это всё. Для участников важно не застрять на привычном уровне, а обязательно переходить к более сложному этапу. Победители и номинанты регионального турнира в Донбайе получат приглашение и право принять участие, представлять свои регионы на всероссийском турнире, который пройдёт в середине мая в городе Томске. Победители российского турнира получат право представить Россию на международных соревнованиях рыбаков в этом году. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия, Донбай. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. Редактор субтитров А.Сёмкин